Существуют от определенного рода комментарии к моим роликам, которые выложены несколько дней назад на сайте петербуржцев за общественный транспорт, да, ТРРУ, так называемый, общественный транспорт Санкт-Петербурга. Я вижу, что некоторые люди, несмотря на то, что они признаются, что смотрели мои выступления по два раза, по крайней мере, либо я, наверное, не сумел донести, либо они не поняли из этого, о чем я хочу сказать. Значит, первые вопросы, которые следуют, это вопросы по поводу, скажем, почему не трамвай. У нас же есть трамвай, давайте мы будем работать с трамваем. Трамвай это так здорово, трамвай это замечательно. Ну, давайте постараемся сравнить идеальный трамвай, так называемый ЛРТ, то есть легкий рельсовый транспорт, с БРТ. У кого из них есть какие преимущества и какие у них есть недостатки. Значит, в чем состоят, в первую очередь, недостатки легкого рельсового транспорта? Ну, они очень простые, то есть не я, то есть за последние скреты, грубо говоря, на сайте общественного транспорта Санкт-Петербурга, на форуме, шло бурное обсуждение их достоинств и недостатков. Очень многие результаты получат не мною, а, скажем, получат, например, Энди с латинской транскрипцией, это известный специалист в городе по развитию общественного транспорта. Вот известный предпринимателем Энди. В чем состоят преимущества и недостатки? Значит, очень часто говорят, что трамвай имеет большую провозную способность, чем ЛРТ. Это на самом деле, чем БРТ, чем автобус. Отчасти это правда. Правда, действительно, мы можем бесконечное количество вагонов прицеплять к этому трамваю, и он поедет. Поднимутим же рельсам, у нас поедет 20 вагонов, у них есть очень много пассажиров, и, казалось бы, он имеет большую провозную способность. Но задимся вопрос, нужна ли Петербургу где-то такая большая провозная способность? Было установлено, что в Санкт-Петербург не имеет так называемых средних потоков. Средние потоки, это я называю, например, от 10 до 50 тысяч человек. Да? Ну, или до 20. Называйте, от 10 до 20 тысяч человек. Таких потоков. А почему он их не имеет? А потому что у него потоки либо очень большие, а потоки это от окраины в центр. Ты где-то собирается, например, в Красносельском районе или в Купчино, и вся эта толпа едет в центр. И дальше распределяется по остальным. Это потоки большие. Здесь кое-где и 100 тысяч человек в час едут. Либо у нас напротив потоки очень маленькие. А маленькие потоки едут какие? Стоит уединенный дом, стоит уединенный микрорайон, и от него народ ездит в ближайшие станции метро. Это поток, может быть, 100, может быть, 1000 человек в час. А средних потоков между районами, их нет совсем. Ну, когда ты едешь, в самом деле, из Кировского района в Московский район, то тебе не нужно собираться в одной точке Кировского района и потом всей толпой ехать в одну точку Московского района. Ты из конкретного дома Кировского района едешь, конкретный район Московского. И поэтому опять между районами потоки у тебя будут очень маленькие. И никаких там десятков тысяч человек ты говорить не можешь. И оказывается, что Санкт-Петербург устроен так же, как все остальные крупные города. В крупном городе, это крупный город, но потоки маленькие. То есть от станции магистрального транспорта типа метро к своему дому. Либо магистральные, например, из спального района, из большого, скажем, полмиллиона человек в центр. Либо они большие, либо маленькие. А среднего нет. И оказывается, что трамвай или легкий рейсовый транспорт просто в Петербурге не имеет собственной ниши. Но никак не имеет ее. Совсем ее нет. Люди иногда предлагают договариваться того, а давайте сделаем так. Сначала человек садится на автобус, потом он доезжает до остановки трамвая, там пересаживается на трамвай, потом на трамвай едет до метро, садится в метро, едет в центр. И дальше он повторяет то же самое. Это не нужно. Второе, что так оказывается, что провозная способность метробаса оказывается вполне достаточной в устроях Санкт-Петербурга. Она даже не нужна больше. На самом деле в Хунькибе едет на метробасе порядка 20 тысяч человек в час. А в Каракасе вообще все 40. То есть сравнимо с на большим тяжелым метро. Но говорить о комфорте, когда едет 40 тысяч человек в час на автобусах, комфорте пассажиров, конечно, не приходится. Ни в коем случае. То есть нет таких задач, которые требовали бы решения от трамвая в городе, которые не мог бы решить автобус. Автобус решает все те же задачи, но гораздо лучше и гораздо дешевле, самое главное. Что еще? Почему, многократно отмечалось, почему трамвая нет ни в одном крупном городе мира? Почти нет. Я не говорю о 40 километрах легкого веселого транспорта в Париже. Это ничто по сравнению с их метро и с их сервером. Ну, практически ничто. Это символические количества. Я не говорю о ветке трамвайной в Токио. Это тоже символическая ветка. На 100 тысяч человек в год перевозят практически никого. То есть это все одни символы. За 7 символов не скрывается. Ни в одном городе, населением выше 5 миллионов человек в мире, нету трамвая. Ну, нету. Нету какого-то. Провода, веевска. Да, не занимающего какого-то. Разбивание дорог, переезда. Пробки просто тоже. И везде был. Пробки? Да, везде его ликвидировали. В Нью-Йорке, в Чикаго, в Париже, в Лондоне. В Лондоне в пригороде построили ветку трамвая. Потом на нее посмотрели и сказали, что трамвай в городе развивать не будут. Опять символическое количество что-то такое выполнили. И оказалось, этот эксперимент неудачный. Еще раз. Когда нам нужен легкий рейсовый транспорт? Я это говорил и повторю еще раз. У него есть свой круг задач. А круг задач это задачи типа Киолина. Когда город у тебя маленький, всего миллион человек, у тебя есть мощный центр. Это что означает? Что транспорт должен быть не уличный. То есть он подъезжает в центр и заезжает в туннель. Идет в городе под туннель. В туннель идет. И потом на крайне выходит из туннеля и разъезжается там широко по городу. Почему? Потому что для автобуса туннели не построишь. Плюс для автобуса они должны быть слишком широкие. А ты здесь на рельсах загнал легкий рейсовый транспорт. И у тебя возникает, как в Киолине, 250 километров всего. И где-то там 56, по-моему, или 60. Туннели и эстакаты в центре города. Вот это его задача. Во-первых, это должен быть город с населением около миллиона человек. Потому что если гораздо больше, то тебе не нужно строить легкие туннели или легкого рельсового транспорта. У тебя пассажиры потоки больших, тебе нужно строить тяжелое метро. С этой, кстати, точки зрения в Новосибирске или в каком-то Екатеринбурге попытка строить тяжелое метро или в Казани является грубейшей ошибкой. Не нужно там. Город маленький, города-то маленькие. Зачем им это нужно? Хотя в Новосибирске говорят, что метро ездит. Но это с гор. Это волгоградская система. Что ты пишешь? Кью развитие. Нет, только когда ты в Петербурге был маленьким городом. Вокруг лежишь. Когда начали строить трамвай в Петербурге, он был тоже, наверное, маленький. И тогда это имело смысл. Просто сейчас уже это анахронизм. Да, это анахронизм, да. И развивать. Вот у ЛРТ, то есть легкого рейсового транспорта, у него вот такой есть узенький ограниченный круг задач. Город миллионер. И таким образом, что в центре, центр исторический очень плотный. И ты должен строить там трудные. Вот это его задача, круг его задачи. То есть это легкое метро для банки городов. Город достаточно большой, чтобы иметь метро. Но с другой стороны достаточно маленький, чтобы иметь обычное, нормальное, тяжелое метро. И тогда строят легкое. Вот для чего он нужен. Все остальное популизм. Типа французского трамвая. Парижского, в смысле. Ну, это популизм. Вот. Такая вот вещь. Так а может быть лучше метро вообще развивать? Ну, метро надо обязательно развивать. Ну, просто я потом об этом скажу. Главное, когда мы будем говорить о сверхтяжелом метро. Тоже буду отвечать на полосы Петра. Второе важнейшее свойство. Это очень низкая скорость легкого рельсового транспорта средняя. Я не знаю ни одной системы легкого рельсового транспорта, которая развивала бы среднюю скорость выше 20 км в час. А почему? А потому что он вынужден решать две задачи сразу. С одной стороны, в нем должны быть достаточно частые остановки. Ну, метров 300, 400, 500, километр. Ну, должны быть частые. А с другой стороны, он должен быстро ехать. И получается, что у тебя из-за остановок у тебя средняя скорость никогда не превосошает 20 км в час. В условиях Петербурга это километров 14, я думаю, не более. Вот так. 20 км в час. В отличие от БРТ. А БРТ у него особенность. Я повторю это еще раз и еще раз. На одном и той же выведенной полосе можем сочетать два вида автобусов. Обычные, которые останавливаются на каждом углу у каждого столбика. И экспрессы. Как это работает в Куритебе? В Куритебе работает так. Ты сел на обычной остановке, у тебя экспресс там не останавливается. Ты на этой самой, на автобусе доезжаешь до большой станции, где останавливаются экспрессы. Выходишь, тут же подъезжает экспресс. И дальше ты летишь уже на большой скорости без остановок фактически. Туда, куда тебе нужно. То есть ты на одной, в отличие от трамвая, трамвая не можешь обогнать. Вы понимаете, да? Что один трамвай от другого трамвая не обгонит никогда. А автобусы имеют свойство другого обгонять. Поэтому на одной и той же полосе мы сочетаем два вида. Поэтому работа на скорости средней, порядка 40 км в час, она вполне нормальная, вполне допустима. Поэтому метропас или метро, основанное на автобусах, является принципиально более скоростным видом общественного транспорта, чем легкий рельсовый транспорт. Ну и разумеется, стоимость. Ну и разумеется, оно гораздо дешевле. Тут и говорить не стоит. Потому что мы понимаем, что стоимость современного гусеница ЛРТ, то есть длинного такого вагона с переходами, составляет 3-5 миллионов евро. Высокопольный автобус наш современный, который существует, ну это 100 тысяч евро. Вот так. Значит, это те слова... Есть еще какие-нибудь вопросы? Я, может быть, что-нибудь забыл, что сказать. Да, ну и разумеется, если у вас произошло какое-то ДТП или какой-то непорядок на ветке, да, то у тебя что? У тебя осталась ветка из-за трамваев. Если у тебя неисправен автобус, остальные автобусы его объехали, и система работает практически без запинок. То есть она обладает более высокой устойчивостью для помех. Что еще для автобуса очень важно? Вы не построите никогда трамвайные пути каждому дому. А здесь все очень просто. Вот, например, возьмем опять ржевку пороховые. Вот представьте себе, у вас по каждой улице будет идти свой сорт автобусов, свои маршруты. И они будут на месте нынешней трамвайной линии собираться на эту выделенную линию все вместе. И таким образом, если трамвай у вас проходит по одной улице микрорайона или по двум, то автобусы проходят по всем улицам. И они останавливаются практически тогда у каждого дома, у каждого своего подъезда. Связанность или поглощенность, наполнение трапчистым транспортом пространства становится гораздо более плотным в случае автобуса. Он едет, клеет между домов по обычной улице, по обычному асфальту, без всякой выгодной полосы, спокойно себе останавливается там, где это нужно. И только на загруженном участке он выходит на линию и по ней несется. Травмой является самокупаемым? Нет. То есть все датируется? Да. Всегда и везде. То есть в принципе она не может быть самокупаемой? Да, да. В этом очень долго. Из-за электричества? Нет, это не из-за электричества связано. Это связано в первую очередь с тем, что все-таки там железо идет по железу. И это приводит к очень высоким требованиям по шумам. Ну ты должен, чтобы этот транспорт был достаточно тихим. Ну это делает специальное колесо, там металлическое оболочко, потом резина, потом опять металл. Специальные колеса, специальные тележки, специальные пути. И это приходит к резкому удорожанию всей этой конструкции. Если бы можно было просто попустить, как у нас в городе происходит, просто гремящие телеги страшные, к сожалению, в современных условиях это невозможно, считается негуманным. Есть некоторые нормы по шуму. И поэтому этот вид общественного транспорта всегда и везде оказывается датируемым. В отличие, например, от системы общественного транспорта Куритивы, которая прибыльна. Автобусы расслаблены. Вообще прибыльна. Не то что операционная, а как метро. Когда инфраструктура строится за счет государства, операционная прибыль, то есть прибыль от эксплуатации, получает метрополитенция Метербурга. А чем будут заниматься заводы, которые там вагоны делают? Ну, в смысле для трамваев там. А ты их не осталась уже? Ну как вот, завод тот огромный. Петербургский, трамвайно-механические заводственные. Ну там их много, таких заводов. Ну их три, на самом деле. Будут делать автобус. Нет, он ничего не будет делать, он банкрот. Он никому не нужен, и слава богу. Он полный банкрот. Ну, построим дома на этом месте. Ну вот на улице Чугунная находится вроде, не знаю, что там построят. Ну, банкрот полный, полный. Нет, просто ты рассматриваешь проблему локально, как в городе наладить транспорт, а с государственной точки зрения? Ну, с точки зрения государственной. Вот предприятия есть такие, да, они как бы обеспечивают людей, работают там, да. Ну, никого они уже не обеспечивают. Никакого он, все последние конкурсы он провалил. Никому, вот, трава, трава никаких отгрузить не смог, деньги получили. У него большие задолженности перед банком, что-либо еще. То есть предприятие является банкротом. А вот еще какой-то огромный, это вагоностроительный завод, как он там называется? Ворганбарш. Нет, где Путин-то, где выступали ребята за Путина. А, это в Нижнем Тагиле, да? Да, Нижне-Тагильске. Вот там чем занимаются? Ну, я не знаю, как там с трамваями, я слышал. То есть, по-моему, Усть-Катаевский есть, и где-то еще один завод. То есть, Усть-Катаевский, то есть, остался более-менее живым. Просто, если идеологически отказаться от трамвая, в принципе, идеологически, то я боюсь, что это затронет до огромной части нашей промышленности, которая и так уже там, молодая. Нет, 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 нет. Это не затронет, потому что... Но ты же предлагаешь и от поездов отказаться в каком-то отношении. От поездов, да, в некотором отношении, да, конечно. От поездов до не исследований. Но, на самом деле, пассажирские перевозки являются для РЖД настолько убыточным мероприятием, что она бы, само собой, от них с удовольствием отказалась. А все эти скоростные поезда, которые связывают Москву и Петербург, тоже все раздряют? Ну, в известном смысле этот проект может быть успешным. Может быть успешным, конечно. Но вся система скоростного транспорта в Европе, она тоже датируется. Вот американцы по этому пути не пошли, у них скоростных дорог нет, железных. Они все равно же решили, что решили летать на самолете. А в условиях Европы, в условиях более населенного города, более оплотного, в общем, это имеет определенного рода смысл. Мне кажется, что Россия гораздо ближе по своим размерам и по своим проблемам к Америке, поэтому надо с Америки брать пример, а не с Европой. Поэтому я считаю, что гораздо рациональнее сделать простую скоростную электричку, дешевую между, скажем, Домодедово и центром города в Москве, чем и Петербургом, и центром города Петербурга, чем строить вот такую штуку. И возить народ лучше на самолетах. То есть реальную электричку не та, которая вот там есть, которая играет 40 минут и стоит 300 рублей. Ну, это неправильно. Но сделать пусть она будет дешевле, да, народ будет и активнее пользоваться. Понимаешь, для этого надо базу построить, чтобы самолетостроение у нас опять же было на высоте. Потому что закупать импортные самолеты, это опять же неправильно. Ну, не знаю. Ну, это требует, да, усилия от государства, конечно. По возрождению аэропортов, по региональным линиям. Ну, это же позор. Я был, например, несколько лет назад в Воронеже. Там очень маленький аэропортик, а город – миллионер. Ну, такой крошечка, что просто… Там даже автобус туда не ходит, потому что пассажиров нет. Ну, то есть ходят 4, по-моему, или 5 раз в день. Кроме того, что все-таки все считают, как бы, это общее мнение, что самолетом летать дорого, да? То есть опять же надо как-то ломать. В России, в России. Надо просто сделать нормальную цену на железный билет. Ну, сейчас, ну, будут вылет, конечно. Надо же социальный транспорт. У нас почему-то трамвай не убирают в городе. Ну, нет же сумасшедших. Все понимают, что эта система замортизирована на 99%. Что это давно надо закрывать. Сумасшедших нет, на самом деле. Дорого летать, потому что у нас нет современной техники. Ну, считают, что это социальный транспорт. Да нет. Да, реально. Да сейчас есть у нас. Нет экономичной авиационной техники. Да есть у нас. Нет у нас. Как нет? Ну, нету так. Вот это SSJET, этот вот, Суперджет. Это единственная разработка наша. Да российские все авиакомпании давно летают на импортной технике. Нет, это понятно. Влад, ты говоришь про то, что… Но это же опять же неправильно. Надо строить для того, чтобы развивать города, надо пытаться налаживать именно свою базу для того, чтобы развивать одновременно и государство. А не так получается, что развивать города за счет уничтожения каких-то своих отраслей. глобальных. Если мы полностью переориентируемся на, ну там, на Боинг или там, какие-то другие самолеты и Абаз, да, там, мы на самом деле просто разорим в итоге свои авиастроительные там заводы. Но они и так уже не живы. Понятно. Это другой вопрос. Это не другой вопрос, но как бы надо же мыслить. Это комплекс. Это другой вопрос. Почему у нас нет конкурентоспособных самолетов? Ну, встали, да. И так же, если ты предлагаешь отказаться от трамваев, да, и, ну, в каком-то смысле, там, перспективы от поездов, опять же, это же затронет нашу же промышленность. А что мы вообще тогда сможем сделать? Ну, если... Что у нас, что у нас вообще может тогда произойти? Если поездов вообще нету практически. Вопрос в том, что она переключатся в другую производство. Ну, будут грузовые платформы делать там же. Так, грузовые платформы, другие виды транспорта. Да будет уже. Я боюсь, что если мы откажемся от таких... Ну, от железнодорожного транспорта, допустим, просто это еще одна отрасль умерет. Просто неправильно. Умерет. Ну, я... На нее нет она. Ну, вот, нет. И никакая другая не возникнет. Дело не в том, чтобы отказаться от транспорта. Дело в том, чтобы правильно его использовать. Не, она локально выполняет свои функции, и локально она является, как бы, оправданной. И поэтому ее разъевает сети железных дорог, да, и почему от них не отказываемся? Потому что все-таки это поддерживается, видимо, там, в глобальном масштабе, в масштабе государства. Да особо не развивается. Если бы у нас были какие-то возможности альтернативного развития, если бы мы могли бы, в глобальном мысли, да, и могли бы, допустим, действительно построить свой... там, не знаю, там... как там сказать... авиастроительные свои какие-то заводы, какие-то новые наработки какие-то в этой сфере, да, там, свои какие-то... но какие-то другие самолеты придуманы, там, дешевые, скажем, да, там, как бы, и нацелены именно на внутренние перевозки. Если бы мы могли бы все это наладить, может быть, и можно было бы отказаться от вот такой отрасли. А пока этого делать нельзя, пока это не налажено. Ну, в любом случае... Операция, государство, нужно опираться на свои силы. Да, обороноспособность страны обезда должна быть обеспечена железной дорогой. Так это никто... Если что-то не так... Я же их не предлагаю закрывать, господи. Я их не предлагаю закрывать. Просто у нас есть ситуация. У нас есть недостаток мощности железной дорог для перевозки грузов. Это да, есть. С другой стороны, у нас есть поезда. Такие. Пассажирские. Которые додеваются, которые забирают большое количество потока. И они для российских железных дорог выглядят в качестве обузы. Но есть некоторое представление, что же, типа, железная дорога нужна. Я в свое время на Фонтанке дискутировал, значит... По-моему, Добрынин, да, его зовут. Сейчас вы представитель Совета Федерации, это Архангельская область. В тот момент был просто там, каким-то юристом в какой-то контроле. И он очень сильно возмущался по поводу того, что гады отменили, не имея отношения к Санкт-Петербургу, железный пассажирский поезд между Онегой и Архангельском. Как они будут делать? Начали разбираться. Выяснилось, что этот поезд, несмотря на то, что между ними, там, я не помню, сколько идет, ну, около ста километров, да, по-моему, идет около семи часов, потому что он идет в обход. В результате на нем никто не ездил, в результате, ну, зачем тебе из Онеги ехать? Он был... ну, нельзя сказать, что он был пустым. На нем и ездили на хоряву. Гребники, дачники и все остальные. Они проходили, на полстанки выходили и уходили в лес. Для них этот поезд был удобный. Но между Онегой и Архангельском сообщение никого не выполняло. Но вот он усиленно этому вопросу вмещался. Как? Я коли должен? Я жена должна? Почему? У нас город умрет, если мы отменим этот поезд. Но он не нужен. А вы не пытались дорогу между Северодвинском и Онегой заасфальтировать? Поасфальтируйте-ка ее. И будете нормально ездить на автобусах. Голод 20 тысяч человек всего. Никакой поезд не нужен. И так везде. Есть большое количество бессмысленных поездов, когда весь народ должен летать давно на самолетах. Но это, знаешь, вопрос из чего? Если у человека есть старая машина, а ты ему говоришь, давай купи новую машину, типа старую выброси. А он думает, вот вроде старая ездит, как бы функции свои выполняет. А тут купишь новую машину, денег вобьешь, кредиты и прочее, и прочее. И непонятно, что там. Будет ли это выгодно? Вот вопрос, у вас состоит в выборе. У нас уже есть что-то рабочее. Как-то, ну там, худо-бедно, но свои функции выполняет. Ты предлагаешь же, давай все это выбросим, и вот перейдем на какие-то новые вещи. Давайте для начала не на новые вещи зайдем. Давайте сначала сделаем, попытаемся сделать цену билета на поезд с самим себестоимостью хотя бы. Ну давайте, не равно себе стоим, скажем, 20% ниже всего. Ну давайте сделаем такую себе стоимость. Такую стоимость билета. Это уже политическая. Ты предлагаешь поднять цену, а при этом не предложив выделить ничего другого альтернативного. А частные перевозчики, независимые авиаперевозчики, быстро тебе придумают альтернативу. Не придумают, потому что авиаперевозчики сейчас находятся в такой ситуации, что им не начинут летать. Да как не начинут летать? Ну не начинут летать. У них хороший парк, он им поднимает. Нет, хороший парк. Очень дорогие самолеты. Не каждая компания может себе позволить купить самолет. Ну ерунда, много их там. Да нет, я не говорю. Это большая проблема реально. Ну не из них существует. Ну вот дешевых перевозчиков вытесняется, правильно? Не из них, не из них. Пыталась какая-то компания наладить у нас вот эти дешевые перевозки. Авиаперевозки. Дешевые авиаперевозки. Как это называется? Дискаунтер. Дискаунтер, да. Такого-то аэро-гроб, причем как будто, помню, то ли европейского масштаба, то ли там американского масштаба. И в итоге его вытеснили. Да не, не, не. Он не был. Он был наш собственный. Потому что он составляет конкуренцию и отбирает прибыль. Ну что-то там случилось между компаниями, и он разорился. С авиаперевозками это вообще большая проблема. С небом, с техникой очень сложно. С техникой в первую. У меня в том речь. Это вы не можешь, ты не можешь в какой-то отрасли, скажем, установить цену бинета на железные налоги в ноль. Вот она сейчас на полоскарте фактически в ноль выставлена. И вот так всю жизнь жить. А потом аэропортов в городах нет? Появится. То есть появится. Опять нужны вложения. Какой инвестор будет вкладывать деньги? Ты немного мечтаешь, понимаешь, что думаешь о том, как должно быть, исходя из того, как там устроено других стран. У других стран база другая. Так невозможно так. Сразу с нуля взяли и все равно. Невозможно. Нынешняя ситуация, она не может дальше длиться. Но она не может измениться в одночельстве. Правильно? Для этого надо постепенно ищить. Вот она постепенно и будет меняться. Ты поднимешь стоимость, она и будет... Какая-то стоимость начинает? Давай, может, лучше построим что-нибудь сначала, а потом стоимость будем? Альтернативу предложим сначала, действительно. Альтернатива есть. Почему-то пока никто в альтернативу идти не хочет. Ну вот, допустим, связь с Дальним Востоком какая существует? В основном там железнодорожная связь и там... Нет, она вся авиационная. Или авиационная. Сумасшедших нет, хотя есть несколько сумасшедших. Авиационная она. Там датируется государственная перевозка. Опять же датируется. Но она датируется авиационная. Там практически пассажирские перевозки не играют большой роли хоть какой-то. Нет же сумасшедшего. Неплохо было бы построить наверное шоссе. Можно ли там построить шоссе? Шоссейную дорогу хорошую? Ну да, строят когда-нибудь. Потому что дороги это связано с государством, правильно? Обеспечение его безопасности и прочее, прочее. Это важная вещь. В общем, мировая тенденция состоит, что поездок дальнего следования в мире практически нет. Должно быть, значит, это так же простым в России. Просто факт состоит то, что ты пытаешься в Санкт-Петербурге предложить некие проекты, а у нас на самом деле на уровне государства требуются еще большие вложения, причем более настоятельные. Например, связь связанная с государством в принципе. То есть связь с Дальним Востоком. Она вот-вот оборвется и Дальний Восток вообще станет другим государством. Потому что у нас существует фактически две разных страны. Одна страна, которая живет на Европейской части и другая страна, которая живет на Дальнем Востоке. Между ними связь она вот-вот в любой момент может оборваться. Ну не оборвется, что она оборвется? Не надо было обустроить дороги как-то. Шоссе... Шоссе... Шоссе это... Можно уже в этом году полностью заасфактировать. Я не знаю. Шоссе есть. Две железные дороги, которые проходят с Запада на Востоке, Самолеты летают. Че? У них связь хорошая, как никогда. Когда уже там дорога была с ровным покрытием смешная, а вот сейчас есть. Ну вот появилась. Это... Где Путин-то на колене ездил. Потом... Там, говорят, три колена ехала. Да, там асфальт сошел, говорят, уже заново положили. То есть, это как раз и есть наше государство, когда достаточно, по идее, надо было бы на одной колене ехать, если все нормально. Но едет на трех, на всякий случай, мало ли, сломается одна, так еще и есть третья. Так же надо и до трех самолетов. Понимаешь, один упадет, еще два останется. У нас же вообще на самом деле авиаотрасль, она вообще находится в развале. Что-то военное самолете мы делаем, а пассажирские не можем. Другие требования. Я понимаю, что другие требования. Если у нас есть технология, которая позволяет качественно строить военный самолет, почему-то технологию нельзя применить к гражданскому. Нет, там ситуация, она такова, что военная техника, она к экономичности мало чувствительна. Нет, я понимаю, что такая чувствительная технология, производство самолета, материалы, которые готовятся, точность и так далее. Это же все имеет значение. Она к гражданский самолет, он к экономичности очень чувствительный. Экономичность это двигатель. Это одна из составляющих самолета. Если ты сделал хороший военный самолет, это не означает, что у тебя есть линейка экономичных двигателей, что умеешь строить предприятие. Я объясняю, что у нас есть очень высококачественное строительство боевых самолетов. Там же кроме двигателей еще много чего, что нужно. Двигатели, в конце концов, можно закупать. А все остальное, почему не можем строить? Ну, не можем. Я знаю, по сухому суперджету он оказался на 10% тяжелее примерно, чем планировалось. В результате он не стал совершенно экономичным нисколько. То есть проект оказался неудачным. Проблемы почему-то вот есть. Что-то у меня такие цифры, что обещали 42 тонны в голове круга. На Западе почему-то область строит экономичные самореты, а мы почему-то не можем. Ну, мы можем тоже научиться, научимся. Научимся, да. Надо развивать, поддерживать. Вот, пожалуйста, эта самая инновационная, инновационная, как называют, там, ты сказал, инновационная машинка. Инновационная машинка. Вот, пожалуйста. Ну, ладно, все, да. То есть, поговорили. А про речной транспорт я ничего не сказал. А что про речной говорить? Не нужен? В городе, в городе есть, река там, полноводная, в принципе, как бы... Качестве фрид-технологии подходят, а в качестве такого нет. А почему? Ну, есть же эти вот катераты, которые сообщены по Афгетскому заливу. Ну, раньше не ездили, по крайней мере, на воздушной подушке, не знаю, сейчас схожи. Ну, можно, на подводных крыльях. На подводных крыльях ездить почему? Они выгодные, нет? Да. И это Петербург? Да. Ну, это все нормально. Это так и будет дальше. Экскурсионные. Только экскурсионные? Нет, почему? Не только экскурсионные. На Конштадт ездят так. Почему нет? Нормальная вещь. Новый движок поставить, поплыть. У нас же вообще есть... Это много каналов есть. Можно же вообще как бы наладить какое-то передвижение. Почему? Нет, ничего совершенно не нужно это делать. Почему? В качестве экзотики, вот как они идут сейчас туристические по каналу. Так и пусть ходят. Ничего не надо делать. Проблемы с погодой, с волнами. Самое главное, они очень загруженные. Если видели, как идут летом корабли, то они идут одним за другом кораблики. И никакие там общественные транспорты тоже не влезут. Нет, это как есть, так и есть. Не надо ничего не видеть. То есть, это отрасль уже все от свое отжил? Она цветет и пахнет. Она просто не является видом общественного транспорта. Она является туристической экскурсионной функцией выполнять. Выполняет ли блестяще, выгодно это очень? А видел сейчас на Невском проспекте новый вид транспорта появился? Какой? Ну, типа рикш там, Велосипедных таких рикш. Ну, можно. Это тоже надо развивать? Не знаю. Я думаю, так и останется экзотика. Я воспользовался когда-то таким транспортом моей мамы с Северсом, Петергофьем. Лет пять или шесть назад. Он с меня взял деньги вначале. Он решил, что я проезжий по всей видимости. Да. Обвез меня, типа, потому что, он говорит, экскурсия будет, экскурсия по всему этому. И он мимо золотого этого каскада пришел к дивизуалу и обратно привез к золотому каскаду. Больше пол парка не проехал, да? Я проехал ему. Я пытался, но деньги он, конечно, мне не вернул. Сказал, у нас так и надо. Так вы же мне весь парк обещали. Ну, вот. Но там это дело не работает. Очень дорого. Ну, если так. А проблема общественного транспорта в Питере это просто узенькие дорожки. А что про дирижабли? Дирижабли это здорово и замечательно. Это только фрик? Тоже только фрик-технологи, да? Не, ну почему может было бы какое-нибудь дирижабли сообщение там, я не знаю, как они быстро двигаются? 70 км в час. Ну, может было бы в центре там, допустим, устроить порт какой-нибудь? Есть бизнес-классы цепеллины в Германии там средняя поездка полчасовая стоит в районе 200 евро. Ну, никак общественный транспорт, конечно. А вертолетный транспорт? Сейчас вертолеты стали, ну почему сейчас вертолеты стали дешевные? более-менее. Ну, для кого-то они дешевые, но никогда массовыми они не будут долгим вообще. Не, ну как возможно. Надо их развивать или нет? На небоскребах можно строить вертолетные площадки, допустим. Ну, допустим, особенно бизнес-центры. Что-то как-то не видно, что это развивается. Ну, может быть, если их разрешить свободно летать, то и в городе будет много. Ну, для примера, один из самых вертолета нагруженных городов мира это Сан-Павло, который, в известном смысле, я его транспортную систему предлагал в качестве проса, да? Там уже очень похоже. Там есть и Рея собственный, 250 километров, есть метрополитен практически такой, как у нас, 60-70 километров. И большое количество автобусов одной городской транспортной компании. Есть автобусы, правда. Ну, и там около 600 вертолетов, находящихся в частном ладении. Реатив, они там летают на вертолетах взят в полет. Ланглобаном. Ну, в Нью-Йорке насколько там можно и по фильмам судить у них там, он тоже на каждом небоскрыме там себя уважающим. Нет, он всегда останется летным витал-транспорта. Но это совсем не обязательно, что он останется летным. Это, на самом деле, прогресс возможен. Мы сегодня об этом тоже уже говорили. Но представьте себе, появится какой-то двигатель в 10 раз легче, в 10 раз мощнее на лишнем. Да? В нем в чем проблема, что там может сложно больше. Я слышал, проблема состоит в том, что постоянно надо делать запрос по поводу возможностей пролета на пространство города. Потому что пространство закрытое, и вертолеты... Это у нас в городе, да? Да, у нас в городе. И это как бы мешает развитию вертолета. Ну, у нас везде так. Москва закрыта. Да, у нас везде как бы на секретности и везде именно из-за этого не развиваются. Нет, а то, что есть что, вполне возможно. Существует такая машинка, так называемый конвертоплан. Что такое конвертоплан? Он взлетает как вертолет, после этого гондолы с этими двигателями поворачиваются, у него есть крылья, и он летит как самолет. Ее развивают американцы, и они даже построили себе такой авианосец, на котором базируются сколько там, 30, наверное, вот этих самых конвертопланов. Каждый из них там, несет, по-моему, только по 12, только по 20 десантников. Он работает такой авианосец, на нем он летает, у него крейсерская скорость 450 км, и американцы владеют технологией вот этой очень хорошо. Если бы появился движок, который гораздо быстрее, гораздо, гораздо, гораздо мощнее, то эта технология, она получила бы шелкораспространение. Это бы означает, это бы означало закат автомобильной цивилизации. полный закат. Потому что ты можешь жить в доме, где хочешь, да, и на этом конвертоплане, если ты дешево, все увеличено, и так, куда захочешь. А как где их хранить-то? Прямо на улице. Но они все-таки не машины, они требуют это. А почему? Ну, потому что мы нравимся. Не знаю, да? Понятно, что мы так все просто, как фантастика, как все кажется, просто взял за дело, мне кажется, регулировать просто пространство воздушное сложнейшим, допустим, плоскость, по которой машина ездит. Там можно расчертить, условно говоря, на плоскости правила и исследовать. А здесь как? Надо высоты, кто кому должен уступать, скорости и прочее. скорости не надо, тебе просто надо определить, что на определенной высоте ты летишь в определенном направлении, чтобы у тебя на твоей высоте не появилось ни одной машины. Представьте, что такое поломка, да? Это означает, как бы... В режиме авторотации эта штука спокойно садится куда хочет. Как современный вертолет, он тоже в режиме авторотации может сесть на... Даже если несправно двигаться, он может спокойно сесть. Ну, может быть, действительно, это требует какой-то продуманной логистики, да? Потому что там все-таки логистика в трехмерном пространстве сложнее, чем в двухмерном. Но, тем не менее, наверное, это может быть... Даже проще. потому что это весь мир. Весь мир. Вот я еще вертикально сказал. Но это вот появление такого вида транспорта, как массового, оно бы к чему привело бы. Оно привело бы к тому, что в такой же революции, которая произошла, когда лошадь убивали. Ну, то есть, тележку с кучером. А еще вот вопрос, связанный с грузовым транспортом. Как с ним-то быть? Потому что сейчас он как бы заходит слишком глубоко в город, и на самом деле это нагружает все магистрали, как бы... Бирать пол, я говорю, бирать пол. Но не только дело с партом. Это же не только с партом связано. В принципе, ему некуда деваться, на самом деле. Ну почему? Он сейчас спокойно бежит в город. А те грузы, которые он внутрь города везет, куда их девать? Надо, видимо, выносить склады, видимо, законодательно, на периферии города. Законодательно не надо, они выносятся, реально. Уже большие склады находятся в уникаре. Не, я продолжаю конвертоплан. Вот представьте себе, мы продолжаем мечтать, да, мечтать. Ну, представьте себе, вдруг вот эта технология заработает, да. И тогда неожиданно окажется, что дирижабли опять окажется востребован. А почему? Ну, если у тебя нет дорог, а ты хочешь жить в собственном доме на берегу озера, вместе со своим конвертопланом, ничего еще не нужно. Тогда тебе надо как-то туда завести материалы, может даже завести целый дом, его там поставить. Эти функции может выполнять только дирижабли. Уже ничего не весит. Прогнял дом с завода, привез алкебе и туда поставил. Надоемно, ты вызвала под дирижабли, дирижабли, полетел, забрал его и улетел. Ну да, нелинейно может развиваться, конечно. Нет, это будет совсем другая жизнь. Это вот если это как... Неожиданно может действительно возить тенденции какие-нибудь странные, да, в связи с развитием технологий. Да, да. И все свои проекты, в том числе, метробаз, станут не нужны. и получится, что государство, точнее государство, город, будет вколачивать деньги в какие-то определенную логистику, а выяснится, что она вся... Ну, это очень, даже как-то, если что-то такое появится, очень долго дороги и машины они не умрут еще очень долго. То есть, не будет той ситуации, когда... Я не очень верю на самом деле в ситуацию, когда человек живет где-то на Бергозе, в собственном доме, рядом с ним никто не живет, и вот он на конвертоплане летает, я не очень на это верю. Это дело даже, даже если в нашем городе действительно конвертопланы будут хотя бы иметь размер машины, да, то в принципе, как бы все перегреть на конвертопланы, то... Ну, и все равно, ты где его будешь в центре города парковать? Нет, ты будешь... Дело не в этом, просто... Полетать к окраине, парковать его где-то, садиться, мой С-Бан любимый, ехать в центре города, по другому никак. Нет, тогда просто возникнет такая тенденция, что жить надо на окраине, там где-то там, может быть даже в Ленинградской области, и уже летать в центр города. Там можно и на Новгородской жить. Потому что жить в центре города будет не выгодно, и по множеству. Жить можно и на Новгородской, и в Скорской. Даже на Новгородской и в Скорской. Здесь сейчас скорость 450 км в час, ты можешь спокойно жить. Просто город вымыт, понимаешь? Центр города просто вымыт. Да не вымыт, не вымыт. Он останется просто как историческая часть города. Никто там жить не будет. Не будет, будет. Там есть собственная аура, собственная инфраструктура. То есть, если ямаринский театр там не построю, все равно вынужден будешь ездить в ЦЭП. А почему ты вообще считаешь, что городская жизнь это та жизнь правильная и перспективная, которая нас ожидает в будущем? Почему на самом деле не какая-нибудь одноэтажная Россия? Да, Россия там может быть одноэтажная, но она все равно городская. Потому что город, как бы это пространство возможностей. Это город, это там, где ты имеешь возможность делать что-то, что-то. И у тебя каждый день происходит в городе большое количество всевозможных событий, к которым ты можешь присоединиться. А можешь и не присоединяться. Каждый день. Чем больше город. Ты можешь жить и за городом, но... Чем больше город. Когда возникают события, приезжать в город. Тебе для этого в городе жить не надо. Почему не возникает тенденция наоборот, радиальная, понимаешь? Опыт показывает, что это не так. Вот мне даже как бы... Я живу вот сейчас в спальном районе, поставили привычки, все равно меня тянет центр, там много чего происходит. Все равно. Все равно город есть город. Люди все равно будут жить и тяготить в городах. Потому что, говорю, это пространство возможностей, это пространство бесконечных возможностей. Петербург может быть одноэтажным голодом. Большинство может выехать за городом. На самом деле, люди начали жить в городах, потому что это выгодно. Да ты знаешь, есть большое-большое подозрение, что первый жилой поселок, это был не деревня, а был город. Сразу как город возник. То есть, это население пунктов, в котором тоже было много всевозможных функций, много сфер деятельности. А деревни это всегда как бы одна... Нет, даже дело не только в деревне. Это понятно, что раньше надо было от кого-то огораживаться, какие-то стены строить, как-то кучковаться, потому что было слишком много возможностей, опасностей было, слишком много, которых нужно было защищаться. А часто таких опасностей нет. И почему как бы все-таки все держится за городом? Потому что экономически то есть в деревне выгодно. Все-таки скучиваются. Но всегда ли эта тенденция будет сохраняться? Возможно, как бы будущим, что наоборот будут тенденции радиальные. У нас огромное государство. У нас огромные просторы, которые можно осваивать. Жить там в каких-то маленьких конгломерациях. Конгломерациях. Не обязательно их называть деревни. Они могут быть городами, но маленькими. Там 10 тысяч, там 100 тысяч. Но в сегодняшний день... Почему этого не происходит такого оттока? Вот непонятно. Чем больше голод, тем экономически... Потому что ты же понимаешь, что это понятно, что промышленность в нынешнем условии можно развивать в любом месте. Для этого не требуется специальные какие-то городские условия. Правильно? Это раньше требовалось рабочий класс какой-нибудь специфический, именно городской. Да нет. Дело не в промышленности. Но вообще, на чем нынешний город держится? Если он держится только на привычке какой-то, что какие-то события... Нет, тем, тем, что там как бы есть то и то и то. Ну ты уже объяснял, что есть многообразные возможности, но все-таки вот эти многообразные... Есть многообразные возможности, все близко. У тебя ниже инфраструктурно измешиваются. Но зато все дороже. Правильно? Ну, акс дороже, потому что спрос на это. Дороже земля, дороже зданий, квартиры, дороже проживание, дороже строить дороги. Потому что каждый раз надо согласовывать, много всех вахара. Поэтому промышленность уходит на периферию, а в центре остаются только рестораны. да, да. А почему, я говорю, этот отток, мне вообразить этот отток тем способом, что люди будут тяготеть каким-то маленьким городом, ну, допустим, люди там будут создавать какие-нибудь ну, скажем так, поселки городского типа, да? Тем более, это позволяет современной технологии. Потому что, еще раз, в каждом поселке городского типа нет Мариинского театра. Нету Путербургского у нас же есть телевидение. И тем не менее, пока что это не является их заменой. Я просто почти уверен, на самом деле, что это большинство людей и все такие события лицезреют через телевизор, через следствие массовой информации. Никто сейчас, ну, может быть, есть, конечно, люди, которые хотят все видеть живьем. Но мне кажется, что это вырисово. Всякое мероприятие в городе какое-то общественное вызывает толпы народа. Нет, ну, вызывает. Конечно, те, кто хочет, всегда могут живьем участвовать. доступны посредством высокоскоростных средств связи доступны любые трансляции любого мероприятия. Любой разговорчик.